Ну, во-первых, я хоть и уже отмечал на чемпионате России, стоит отметить еще раз платье Ани Фроловой, и сидит на ней очень здорово, и сама Аня смотрится в нем просто великолепно, особенно если сравнить с тем серым недоразумением, которое Аня носила в прошлом сезоне, также в короткой программе. Что мы увидели в этом прокате? Ну, то, что спотыкнулось, это не так важно, но до сих пор видно, что фигуристке не хватает скорости и раскрепощенности, также не хватает скорости на выездах с прыжков. Сами прыжки, тот же Риттбергер, выглядят немного в натяжку и тяжеловато. Каскад в этот раз здорово получился, но опять же скорость на выезде могла бы быть побольше, чтобы за подобный каскад можно было ставить жирное ГОЕ. На протяжении всей программы была вот эта скованность, аккуратность и как бы замедленная скорость. Но, несмотря на все это, как мы уже с вами говорили, у этой фигуристки замечательное мягкое скольжение, кошачье скольжение. У нее есть музыкальность, она видна, и что самое замечательное виден вот этот потенциал, который скрыт в ней. И то, о чем я сказал вначале, это как будто бы цепи, не дающие вот этому потенциалу раскрыться. Он как будто бы в темнице, светит и сияет оттуда, но никак не может выбраться из этой клетки. Если бы Аня добавила скорости, стала раскрепощеннее кататься, именно чувствовала уверенность в катании, делала бы эти прыжки более свободны, то каждая лирическая ее программа просто бы завораживала, и невозможно было бы от нее отвлечься. Хотелось бы с залпом снова и снова пересматривать ее. Что интересно, в прошлом сезоне в произвольной программе на одном из этапов Кубка России у Ани получился подобный прокат. В той произвольной программе она как будто бы летала. Все получалось, не было никакой тяжести. Если ей удастся улучшить владение коньком, добавить скорости, стать раскрепощенной в катании и добавить скорости на вращениях, то это будет сказка на льду, потому что все остальное у нее есть. Так что да, конечно, прокат получился немного тяжеловатым, чувствовалась какая-то медлительность в прокате, как будто бы все гораздо медленнее, чем нужно. Но тем не менее, за счет вот этой музыкальности Ани и ее мягкого скольжения, эта программа все равно получилась замечательной. Субтитры создавал DimaTorzok